Всем привет, друзья! Сегодня к нам приехал телефончик Redmi 5 Plus. И как тут не отметить это событие? Smart Plus Ну ладно, друзья, шутки в сторону. Начинаем распаковочку. Телефончик был заказан на Алиэкспресс и долго его не отправляли. Потому что его просто не было, это был предзаказ. Сейчас же он у меня в руках, вернее упаковка. На сам телефон сейчас будем смотреть. Итак, в принципе, магазин там, где покупался данный телефон, достаточно-таки проверен. И уже не одна посылочка была отправлена оттуда и пришла успешно. Отправляют почтой Сингапура, потому смотрите в описании. Продавец меня устраивает. Итак, воздушный матрас и... Вот еще. Опа! Есть. Итак, красная упаковочка упакована прямо из завода. Что бы это значило, как вы думаете? А то, что тут будет англо-китайская прошивка. Жаль, но придется прошивать самостоятельно. Недавно пришел ко мне телефончик Redmi 5, просто без приставки плюс. Там такая же история, такая же упаковка, просто поменьше. И тоже такой же самый целлофанчик был. Ну что же, распакуем. Посмотрим на него первый раз. Кстати, телефон черный. А значит, чисто солидный и мужской цвет. Итак. Та-дам! Опа! Нас встречает сразу чехол. И комплектный чехол это очень хорошо, потому что на новые модели трудно найти его. А тут он сразу есть. Давайте сразу посмотрим. Ух ты! Прикольный чехол. Не прозрачный, потому что в Redmi 5 чисто прозрачный вариант. А тут он вот такой темный. Класс. Так, ну что же. Сам телефон. Смотрим. Холодненький еще. Только-только с улицы. Так, ну давайте поближе рассмотрим телефончик сам. Ну, первое впечатление. Он тонкий. Действительно. Мне нравится то, что он тонкий. Причем, что аккумуляторная батарея на 4000 мА. И это мне тоже очень нравится. Камера немножко выступает. Обратите внимание. Но, если сравнивать и с телефоном Redmi 5, просто. Вот чехол надел на него. То у него камера выступает немного больше. Чуть-чуть больше. Если надеть чехол на этот телефон, то я уверен, что на стол если положить, то камера царапаться не будет. Потому что будет чехол перекрывать. Сейчас, кстати, это и проверим. Смотрю. Да, действительно, царапаться не будет, если положить. Видите? Чехол перекрывает. Ну, это хорошо. Давайте сразу посмотрим, как он смотрится в чехле. Вот. По-моему, солидно. Очень солидно, потому что чехол не прозрачный. Прозрачный чехол на черном телефоне, он немного портит внешний вид. Пока еще не залапан, да, то смотрится очень солидно. Я бы сказал, даже как какой-то флагман с виду. Такс. Давайте включим сам телефон. И пока он включается, мы будем смотреть, что в комплекте. Прямо из завода. Вот именно таким вы его и получаете из Китая. Стандартный кабель USB, microUSB. И скрепка, и зарядное устройство. Ну, видите, что продавец положил переходничок, и конструкция будет выглядеть вот так. Плотно, кстати, одевается, но раз на раз не приходится, потому что переходник действительно дешевый и копеечный. Хотя, до конца что-то и не вставляется. Ну, не суть. Таких переходников вы можете купить... А, кстати, кривоват немножко. Ну, сделан по-китайски за 1 цент. В общем, не важно. Так, ну что же. Давайте немножко в сторонку саму упаковку. Как по мне, очень стильно. Красная, яркая, веселая упаковочка. Встречает нас сразу тут MIUI 9. Конечно же, китайско-английская прошивка. Несколько диалектов китайского и английский. Сниму пока что силикончик, чтобы показывать вам телефон сам. Что же, друзья, вот и настроили телефончик. Первое включение произошло очень быстро. Но, видите, все хорошо включилось, работает только нет языка. Нет русского, нет украинского. А так, в принципе, все та же MIUI, хорошо нам знакомая. Я думаю, что не будет большой проблемой перепрошивочку сделать. Но, я хотел перепрошить смартфончик Redmi 5. Еще такой возможности жаль, но нет. Потому, наверное, придется делать обзорчик именно на такой прошивке. Итак, что тут у нас есть интересного. Во-первых, пленочка у нас матового. Такого оттеночка. Вернее, просто матовая пленка без всяких надписей и букв. Потому, я вам скажу, что ею даже можно пользоваться первое время, пока у вас нет защиты на экран. То есть, если вы получаете данный аппарат, я не рекомендую вам сразу снимать данную пленку. Пока вы не купите, например, стекло, если вы будете, планируете пользоваться. Потому, что то, что я сейчас вижу, меня устраивает. Она не очень матовая. То есть, довольно-таки экран читабельный. И некоторым даже нравятся матовые, ну, меньше бликов. Во-первых. Во-вторых, я вам скажу даже больше, что если скотчем приложить хорошо, то можно даже снять это матовое напыление, если приклеить скотч и аккуратненько его отдирать. То есть, я ради эксперимента один раз так сделал. И у меня получилось. Получилась пленочка полностью прозрачная, без матового напыления. Но, опять-таки, я не рекомендую. Вот такой вариант вполне хорош. Я даже сейчас не буду ничего снимать. То есть, им можно пользоваться пока даже так. Так, ну, что касается характеристик. Тут хорошо знакомый нам Snapdragon 625. И техпроцесс 14 нанометров. В тандеме и с батарейкой на 4000 мА будет показывать хорошую автономность. Это 100%. Потом, тут 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Сейчас мы зайдем о телефоне. И вот посмотрим тут. Итак, Snapdragon 625, батарейка 4000, камера 12 мегапикселей, модуль от Sony. Говорят, что эта камера такая самая, как на Mi A1. Просто тут один модуль. Ну, сейчас сделаем тестовое фото и посмотрим. Экран 6 дюймов, разрешение Full HD+, Android 7.1.2. То есть, все свеженькое, все новое. Итак, сделаем фотку тестовую. Настройки у нас стоковые. Ну, что же, неплохо. Я думаю, что неплохо. Сделаем тестовое видео. Опять-таки, стоковые настроечки у нас будут. Тоже неплохо, я бы сказал, наравне с телефончиком Redmi 5. Ну, что, давайте немножко сравним этот телефончик и с Redmi 5. Бегло сравним. Я уже его тестирую, чтобы потом сделать полный обзор. То, что я и говорил о чехлах. Смотрите, прозрачный чехол и темный чехол. Мне, конечно, больше нравится темный. Потом цвета. Конечно же, это дело вкуса. И большинство людей выбирает черный. Но я вам скажу, что черный, он более стандартный. И он, можно сказать, немного приелся уже. Ну, действительно, потому что у всех черные телефоны. Это, во-первых. Во-вторых, как по мне, то белый цвет, он такой более благородный спереди, если смотреть. Поинтереснее. Ну, как на мой вкус. На ваш вкус, конечно же, может быть по-другому. Ну, и главное сзади. Тут черный цвет у нас. И отпечатки пальцев у нас будут, конечно же, оставаться. Будет видно. Здесь же на золотистом цвете этого ничего видно особо не будет. Вот потому посмотрите, как выглядят данные смартфоны. И делайте вывод сами. И тот, и тот с виду выглядит стильно. Так, ну и что касается сканера отпечатка пальцев. Работает он тут очень шустро. Смотрите, срабатывает сразу, моментально, молниеносно. Не задумывается вообще. Ну и, конечно же, нужно протестировать звук. Заходим в настроечки. Ставим на максимум. Так, а теперь для интереса Redmi 5. То же самое. Звук. Вы знаете, немножко отличается. Если в Redmi 5 более резкий, тут больше середины и высоких тоже больше. То тут более глуховатый звук. Действительно. И мне кажется, что этот звук в этом телефоне будет лучше при просмотре, например, видео. Потому что, ну, видео или музыки, потому что много высоких частот режет слух. Тут, я думаю, такого не будет. Конечно же, в полном обзоре мы будем сравнивать тоже эти два устройства. Потому что они идут вместе, тандемом, так скажем. И мы посмотрим, в чем плюсы одного, в чем плюсы другого. Ну, во-первых, понятно, что Redmi 5, он поменьше. Потому что тут экранчик на 5,7 дюймов. Тут уже на 6 дюймов. Потом я смотрю, что скругления, скругления больше выражены в телефоне Redmi 5+. То есть тут больше скругления, чем тут даже. Ну, и, конечно же, что выбрать, решать вам. Но оба аппарата действительно будут хитами продаж и достойны нашего внимания. Ну, и, конечно же, аккумулятор. Если у нас в Redmi 5 аккумулятор на 3,300 мА, то тут на 4. То есть этот телефончик, по идее, должен держать немного больше. Но, учитываем, что тут Full HD, а тут HD+. Full HD+, HD+. И такой экранчик, конечно же, будет немножко больше расходовать энергии. Но, конечно же, Full HD+, будет получше, чем HD. Я уверен в этом. И напоследок скажу о ценах. На старте продаж, ну, во время предзаказа, когда был заказан этот телефончик, также 5+, они стоили чуть-чуть дешевле, нежели сейчас. Потому что они появились в продаже. Так что, ну, плюс продавцы могут уже начинать ставить какие-то кастомы, где есть русский язык. Тут ничего такого пока что нет. Так что, цены смотрите сами. Конечно же, они будут в описании. И этот телефончик, и этот. Даю ссылку на проверенный магазин. Ну что же, друзья. На этом пока все. Самое главное интересное будет в полном обзоре. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте включить колокольчик. Всем спасибо и пока, друзья.